Я сейчас прохожу обучение для блогеров. И вчера вечером у нас была такая коуч-сессия. И разбирали одну девушку, она рассказала свою историю. Девушка, на минуточку, чемпионка мира по нескольким видам единоборств. И эта девушка рассказывала о том, что она не может начать вести блог, что каждый раз, когда она доходит до идеального состояния, до идеальной формы, до идеального вида своей кожи, она сама себя саботирует, съедает какую-нибудь гадость, у нее вылазят прыщи, и из-за этого она не позволяет себе вести блог. И для меня это было настолько близко, потому что у меня была аналогичная ситуация. До того, что я начала вести свой блог, на протяжении 10 лет я мечтала вести блог. И раз в 3-4 месяца делала какую-то единичную попытку, там, выложить какую-то фотографию, или какой-то маленький пост написать в инстаграме. Но меня надолго не хватало. Меня съедали эти страхи, меня съедал перфекционизм. Меня все это настолько сильно мучило, что я просто не могла продолжать. Я устраивала самосаботажи. Мой саботаж был не в плане внешности и лица. Я изначально мечтала вести блог о ведении домашнего хозяйства. Такая вот отчаянная домохозяйка или летающая домохозяйка. Мне очень нравилась одно время вся эта домохозяйская тематика. И почему-то так получалось, что как только я решаю, вот я дохожу, что моя квартира выглядит идеально, красиво, у меня все по полочкам разложено. Как только я говорю, все, пора снимать блог, у меня мгновенно за один день квартира превращается в какой-то невероятно огромный бардак. Как я это делала, я сама не понимала. Но я вдруг начинаю вытаскивать какие-то вещи из каких-то сундуков, перекладывать. И я сама себя саботировала разными-разными способами. Я одно время хотела вести блог по поводу ручных поделок разных. Я очень люблю рукоделие. Каждый раз, когда я начинала поделку, я думала, ну нужно снять. И из-за этого я просто бросила это хобби, это увлечение, потому что я сама себе говорила, что нужно снимать, ну ты же офигенные вещи делаешь. Но я не могла. И поэтому я очень хочу рассказать те секреты и лайфхаки, которые мне в конечном итоге помогли. Может быть, они помогут этой девушке, а может быть, они помогут мне самой. Потому что время от времени, несмотря на то, что я веду свой блог уже скоро 2 года будет, как я его веду, время от времени я все равно начинаю чего-то бояться, я боюсь идти дальше. И я понимаю, что это история на всю жизнь. Так бывает, что если у тебя есть какие-то качества, какие-то страхи, то они в своем новом прочтении каждый раз будут обновляться. Ты будешь переходить на новый уровень своих страхов. Поэтому я рекомендую это видео для просмотра всем тем, кто боится начать, всем перфекционистам, кто от себя требует слишком многого, и себе самой в своих дальнейших будущих свершениях. И хочу начать все-таки с этой девушки. О чем она говорила? Это очень важно, чтобы проиллюстрировать очень ярко, как человек с такими регалиями может бояться таких простых вещей. Девушка говорит, что она чемпионка мира по нескольким видам единоборств. Что это значит для простых людей? Что она может побить практически каждого человека с планеты Земля. Ну или 80% людей просто она физически сильнее, в том числе и мужчин. Вот такой человек, да? И она говорит, у меня на лице сейчас 4 прыща, и я боюсь, что кто-то меня осудит и скажет, что я недостаточно идеальна. Вы представляете, человек, который может всех просто тупо побить. Я не говорю, что она так сделает, но у нее есть физическое преимущество, и она все равно боится какой-то негативной оценки человека, который эту негативную оценку не обязательно даже в ее адрес скажет. Очень часто так получается, что тот хейт, который мы получаем, связан не с нами. Он связан с тем, что человеку сейчас плохо. Как я это узнал? Очень просто, благодаря ведению блога. Дело в том, что я настолько сильно боялась хейта, что каждый раз, когда я пыталась на протяжении 10 лет продвинуться в блоге, я, если получала хотя бы один негативный комментарий, я просто бросала. Всем не нравится, я не хочу. Причем эти комментарии, они не были развернуты. Это были просто какие-то там слова, типа ужасно, как такое можно носить, или ну вот что-то такого плана, какая-то язвительная гадость. И я настолько сильно этого боялась, а когда я все-таки начала вести свой тик-ток, то я сказала так, что я знаю свои страхи, я знаю, что я буду устраивать бардак в квартире, лишь бы не начинать. Я знаю, что у меня сейчас мой гардероб, мой блог, кстати, кто не знает, об одежде, как я одеваюсь. Мой гардероб на тот момент был в своем самом худшем виде. У меня не было очень многих вещей, у меня не было материальной возможности снова их купить, потому что у меня было двое маленьких детей, я была в разводе с мужем. Ну, у меня был очень сложный, реально сложный период. И в этот сложный период я все-таки начала. Почему? Потому что я подумала о том, что вот тик-ток сейчас зарождается, и в следующий раз такая крутая, большая, новая социальная сеть, как тик-ток, будет появляться в лучшем случае через 5-7. Через 5-7 мне будет 35. Я планирую иметь третьего ребенка. С двумя детьми уже сложно какие-то вещи делать, с тремя будет еще сложнее. И у меня еще был очень интересный опыт. Я 10 лет ничего не делала. А другие люди, которые делали хоть что-то, кого я своим оценочным суждением считала, что они делают не такие классные вещи, как я, они уже добились многого. И вот это первый страх, что другие люди не добились, что я не добьюсь чего-то. Он вообще в блогерстве не важен. Блогерство не об этом. Блогерство не про то, кто делает лучше. Очень многие перфекционисты, такие как я в частности, этого не понимают. Дело в том, что людей на планете Земля настолько много, и желающих смотреть контент настолько много, и свободного времени у людей настолько много, что человек может посмотреть или просто смотреть одновременно столько людей из разных тематик или из одной тематики. Например, я могу быть подписана на 10 или на 20, а может быть даже и на 30 фэшн-блогеров. Это значит, что для меня, как для зрителя, они не конкурируют. И когда я поняла, что конкуренции в блогерстве не существует, хотя на всяких курсах тебе все время говорят, там, подсматривайте контент у конкурентов, но это другая конкуренция, это люди с, это скорее кружок по общим интересам, да? Это не твои конкуренты, как, например, в спорте или на олимпиадах. Кстати, я про себя анализировала, откуда? Откуда получается, что я вот так вот боюсь чужой оценки? И я поняла, что это связано с тем, что у меня большое олимпиадное прошлое. Правда, не в большом спорте, а я ходила на олимпиады по математике. Я вообще математик, магистр математики. И тебе могут снять балл за любой проступок. Ты, вот, например, у меня была такая проблема, что я неаккуратно писала. Я могла гениально решить какую-то задачу, но мне снимет балл за то, что я неаккуратно ее записала. Точно так же, человеку в спорте могут снять балл, при том, что он победит, да, за технику, за то, что там, вот, например, я знаю, в гимнастике могут снять балл за то, что у тебя видно нижнее белье, там, шлейка отливчика. И человек, которого вот так вот в детстве муштровали на идеальность, ему очень сложно понять, что такое блогерство. Он, когда входит в блогерство, он думает, что он должен быть лучше всех, и тогда он будет классным блогером. Но блогер – это человек, который делает регулярный контент. Самое важное слово в блогерстве – это регулярность. Кто понимает о том, что нужно делать регулярно, начинает понимать, что очень часто качество не так важно. Качество важно, но не нужна идеальная картинка. Если ты рассказываешь что-то классное, многим плевать, какая картинка. Вот я сейчас стою на улице, да, и снимаю под дождем, и я уверена, что тот человек, которому действительно нужна моя информация, досмотрит мое видео до конца, просто потому, что ему нужно то, что я говорю. Я сейчас выгляжу не идеально, у меня не идеальная прическа. Я вообще, ну как-то, я вышла для своей утренней прогулки. Я не идеальна. Следующая вещь, которая мне очень сильно помогла. Если у человека есть в чем-то талант, вот, например, оказалось, что у меня есть талант в сочетании цветов и в сочетании образов. Я это делаю так, как не делает никто другой. Но я боялась это показывать. Дело в том, что талант это наше детское проявление. И людям, у которых есть талант, обычно нужен взрослый, нужен наставник. Очень редко так бывает, что вот такой талант самородок, который самостоятельно проявляется и не требует другого взрослого человека в поддержке. И часто так бывает, что наши родители, они, ну, не считают это чем-то важным. Например, мои родители считали, что математика это важно, и прикладывали невероятные усилия для того, чтобы я была гением математики. Хотя изначального таланта в этом у меня нет, но у меня математическая династия, да? А у меня изначально был талант в более художественной сфере, но мои родители это отрицали, потому что им какая-то художественная сфера казалась чем-то плохим. Так вот, когда у человека есть талант, который не раскрыли в детстве, взрослому человеку очень тяжело идти в этот талант. И мы подсознательно ищем того человека, который возьмет нас за руку и скажет, я вижу, ты такая талантлива. Вы знаете, как детям в художественной школе говорят, я вижу, у тебя есть талант, я буду тебя развивать. Во всяком случае, у меня так часто было в разных сферах, там математика, физика, даже рисование в какой-то мере, что взрослый человек-наставник начинал мне помогать, потому что он видел у меня потенциал. И вот когда мы что-то новое хотим начинать во взрослом возрасте, вот этот потенциал, который у нас есть, нужно найти другого человека, который вас как бы возьмет подрученьки и будет вести. Но взрослая жизнь не совсем такая. Очень редко так случается, что вот тот талант, который не раскрылся в детстве, что другому взрослому человеку интересно искать ваш талант. И вот здесь мы нуждаемся, талантливый человек, нуждается в человеке, который будет его опекать и говорить, у тебя все получится, давай вот еще чуть-чуть, я вижу, я в тебя верю. А так не происходит. Более того, взрослое общество, в отличие от того же взрослого общества, которое реагирует на детей, оно по-другому к взрослому относится. И говорит следующие фразы. Зачем? Куда ты лезешь? Что ты там нашла? Да у тебя ничего не получится. И получается, что человек, у которого талант внутренний есть, он его чувствует как потенциал, он не может начать, потому что нет другого человека, который ему мог бы помочь. Здесь два варианта. Если вы достаточно адаптивный человек и можете взаимодействовать с другими людьми, то ищите наставника. Я, например, оказалась не таким человеком, я много раз покупала всякие курсы, я ходила к психологам, я искала других людей, которые возьмут меня за руку и потащат. Но таких людей не было. Я очень надеялась на свою маму, я очень надеялась в этом вопросе на своего мужа. Я всем капала на мозги, я должна стать блогером, я чувствую, я чувствую. И люди мне пытались помочь, но это была не та конкретная поддержка, которая мне нужна. Например, мой муж, он мне помогал. Он мне купил дорогое оборудование, он там арендовал нам красивую квартиру, где мы могли жить, я могла снимать, ну, на любой стенке, да. Но это все мне не помогало. Получается, что затык взрослого человека знает только сам взрослый человек. Поэтому, что делала я сама с собой, я просто задумалась, окей, где такой человек, который может мне помочь. Я посмотрела вокруг, и оказалось, что нет такого поддерживающего человека, который мог бы раскрыть мой потенциал. А потом я одну услышала интересную психологическую штуку, которая заключается в следующем, что если вы очень человек, который... В общем, я была таким человеком, к которому все приходили за советом, за поддержкой, еще такое. И оказалось, что человек, который может давать поддержку другим, на самом деле он нуждается в поддержке. И вот это вот стремление дать поддержку другим, это желание обмена. Как будто бы, вот я, например, в какой-то момент в своей жизни очень поддерживала своих подруг и своего мужа в разных начинаниях. И я думала, что когда я к ним приду, я скажу, ребят, вот у меня есть такое классное начинание, давайте сделаем. Я сделала, позвала всех людей в чат, говорю, вот, я вижу, тик-ток, это взлетит, это так круто, давайте вместе. И все сказали, да. Прошла неделя, я говорю, ну, давайте. Они такие, ну, я занят, ну, у меня... И я понимаю, что люди этим не горят. А когда люди этим не горят, они ничего классного, ну, не сделают. И мне придется помимо себя тащить еще и их. И тут я поняла, что тот человек, который всем дойдет поддержку в моем окружении, это я. Я была тем человеком, который постоянно давал другим людям поддержку. Что касается той самой девушки, она сейчас работает тренером. Тренер это тот человек, который дает доставничество и поддержку. Поэтому обычно ты тот сам человек для себя, который может тебя с твоим талантом проявить. Потому что, как правило, ты уже долго этим занимаешься с другими людьми. Ты помогаешь другим людям проявиться в надежде, что когда тебе нужна будет помощь, то эти другие люди тебя поддержат. Но получается замкнутый круг. Потому что они не могут тебя поддержать, потому что они получали поддержку, они делали поддержку. А ты как раз тот самый человек, который делал поддержку для других людей. И когда меня осенило, что я тот самый человек, который дает другим поддержку, я сказала, окей, у меня новый клиент. Я сделала следующее. Я себе сказала, а что бы я сделала, если бы я была своей мамой? Мне повезло, у меня уже есть дочь, у меня есть опыт материнства. И я могу сама себя обслуживать из роли мамы. И я сказала, что мне нужна была бы поддержка. Мне нужен был бы тот, кто бы говорил, что да нормально, да все получится, да я вижу. Окей, я это себе дала. Дальше мне нужен был бы тот, кто выслушивал бы все мои нюни относительно того, что у меня не получится. Именно не только говорил, что все получится, но и терпел вот это нытье. А нытья было очень много. И я просто записывала все свое нытье. Прям простынями. У меня есть тетради, исписанные, какая я неудачница, как у меня ничего не получается, как я неправильно сделала. В общем, все говно, которое внутри, которое не дает продвинуться, я его выписывала. Потом давала себе 10 минут передышки и читала. И сама себе же на каждое проявление своей глупости внутренней, да, давала ответ, что посмотри, ты говоришь, что ты ничего в жизни не добилась, но вот-вот и вот. Посмотри, ты говоришь, что ты там какая-то некрасивая, но вот какая красивая у тебя есть фотография. Посмотри, ты думаешь, что ты ничего не знаешь, но вот как ты здорово отвечаешь людям на вот такие вопросы. Я закрывала в маркетинге, это называется закрывать возражения клиента. Я взяла сама себя как клиента и закрывала все свои возражения. И это сработало, это реально сработало. Теперь я очень коротко скажу вот конкретные примеры, что я делала для того, чтобы из каких-то ситуаций выходить. Например, у меня в квартире, где я снимала, самое светлое место было в детской комнате. И там все время были разбросаны игрушки, а я хотела снимать каждый день. И я себе сказала следующее, что я снимаю каждый день, и даже если разбросаны игрушки, то это не повод, чтобы не снимать. Я сняла 3 или 4 видео, на которых сзади были разбросаны игрушки, разлитые какие-то там варенья, печень. Ну, в общем, все как в детской бывает, в самом худшем проявлении. И после этого у меня появилась просто чудесная, замечательная способность. Как только я видела в детской какие-то разбросанные вещи, я их сразу убирала, потому что я знала, что они будут в моем видео. Я знала, что я не сдамся, что я не брошу, что я не брошу ни при каких обстоятельствах. Как бы плохо я ни выглядела, я не брошу. И когда я поняла, что я настроена решительно, что я сама себе не дам спуску, а я как раз тот самый человек, который не давал спуску другим. И что я могу, что я знала, что если я решила, то все, никакой консилиум врачей. У меня в опыте есть такой эпизод, когда 16 часов консилиум врачей уговаривал меня что-то сделать. А я говорила, нет, будет по-моему. И я таки добилась своего и родила своего ребенка так, как я считала нужным. Я очень много раз себе напоминала об этой ситуации, что если я что-то решила, будет так, как я решила. И эта мантра мне очень много раз помогала. Когда было очень страшно, и я прям трусились руки перед выкладкой видео, я говорила так. Я сейчас подбрасываю монетку, и если выпадает, что я не выкладываю, то я не выкладываю. Вы знаете, я не помню таких разов, чтобы монетка упала, а не выкладывать. На полном серьезе. Когда ты настроен, даже теория вероятности тебе подчиняется. На полном серьезе. Следующая вещь, которую я делала, у меня случалось так, что видео получались некачественные. Вот реально некачественные. Вот прям фигня. А я говорила, дорогая, ты поставила цель, что ты выкладываешь видео каждый день. Поэтому сегодня ты выкладываешь некачественное видео. И у меня трусились руки в тот день, когда я его выкладывала. На тот момент я уже выкладывала около двух месяцев, и максимальные мои просмотры, это была одна тысяча. А так двести, триста, двести, триста, двести, триста. И вот я выкладываю видео в плохом качестве. Но образ был довольно неплохой такой. И оно набирает пятьдесят тысяч. И я поняла, что я продолжаю. И я поняла, что у меня больше нет сомнений относительно того, выкладывать мне или не выкладывать. Я выкладываю даже плохое, потому что самый большой мой первый успех, это видео, которое залетело на четыре миллиона, выглядело так. Я собрала образ, вот чисто, знаете, чтобы сделать. На, отъебись. Простите за мой французский. Вот так вот я его собрала, потому что я шла на йогу. Мне нужно было просто быстро. Не было всех мне необходимых чистых вещей. Что собрала, то собрала и выложила. Я получила столько хейта. Вообще, наверное, я за всю свою жизнь не видела, чтобы было там пять тысяч комментариев, 80% из которых были хейтом. Как так можно? Что за безвкусица? Было столько, ну, столько грязи на меня вылилось. При том, что это было очень милое, очень доброе видео с очень хорошим посылом. Ну, образ был действительно очень посредственный. Ну, вот зашло на большую аудиторию, и на меня полилось не очень приятный контент. Но, что происходит? Я вижу, что видео просто, вот, его прям, оно разрывает. У меня невероятное количество уведомлений. Я понимаю, что видео плохое, я хочу его удалить. У меня трусятся руки, я не понимаю, как мне вообще дальше жить. У меня ощущение, что я выйду на улицу, и все будут показывать пальцем, что я какая-то не такая. Но я вижу еще одну динамику, что все мои остальные видео, которые там были, на которых было мало просмотров, из-за вот этого видео, которое пошло на 4 миллиона, начинают вируситься. И видео, на которых была одна тысяча просмотров, две тысячи просмотров, превращаются в 50 тысяч просмотров. И я себя спрашиваю, окей, дорогая, ты сейчас можешь удалить это видео, где у тебя вот такая конверсия огромная, и остаться в том же месте, где ты есть. А можешь как бы потерпеть, разобраться с этим видео, понять, как работает хейт, и как-то с этим справиться. И тогда я услышала очень классную фразу о том, что если ты в своем блоге получаешь только хорошие комментарии, поздравляю, тебя смотрят только твои близкие. Если ты начинаешь получать хорошие и такие средние комментарии, то это значит, что ты стал чуть-чуть известен. Но если на тебя полилась куча говна, поздравляю, это популярность. И когда я поняла, что, к сожалению, популярность во многом связана с тем, что тебе будут относиться неодобрительно, я стала задумываться о том, а хочу ли я этой популярности. И дальше у меня внутри бомбило, мне было очень обидно, что... До этого, кстати, было видео, где я собрала просто идеальный, просто на мой взгляд, на мою эстетику. Это был настолько красивый, нежный образ, и он собрал мало просмотров. И я поняла, что для того, чтобы люди увидели что-то классное, что я делаю, мне придется вот прожить вот это неодобрение мира. Его просто придется прожить. И я его прожила очень классно. Основным комментарием было, что это безвкусица. Что это безвкусица, что я безвкусно одеваюсь, что я безвкусная. Как можно быть такой безвкусной. И я взяла и стала снимать видео-ответы на вот эти вот хейтерские комментарии. И про безвкусицу я сняла видео, что так как этот образ все считают безвкусным, то давайте я возьму эту одежду, брошу в кастрюлю, добавлю специи, и может быть получится что-то вкусное. Такое сатирическое видео. Оно набрало полтора миллиона просмотров. И я подумала, окей. И еще одна вещь. Дело в том, что я читала практически все комментарии и отвечала на большую часть из них. У меня уже до этого были хейтерские комментарии, но это была, знаете так, версия light. И я на них отвечала очень вежливо. Я тогда практиковала практику благодарности. Кстати, это тоже один из кирпичей, который меня вывозит. Я благодарю за все, что имею. И за хейт в том числе. И каждый мой ответ хейтерам выглядел так. Я благодарю вас за комментарий. И дальше мое мнение на эту тему. Я никогда не говорила о том, что я понимаю, что с вами что-то не так. Хотя я понимала, что если человек пишет другому человеку гадость, то скорее всего с ним что-то не так и не со мной. Я это понимала. Но я человеку давала внимание, которое ему нужно, с одной стороны. А с другой стороны я понимала, что на эти комментарии смотрят те, кто мои потенциальные зрители, на то, как я отвечаю на хейт. И у меня появилась просто огромная армия фанатов, которые обожали, как я отвечаю на хейт. Потому что я всегда была с хейтерами вежливо. Я всегда им отвечала по делу. И я всегда показывала свою позицию, что это моя жизнь, мой блог. И я здесь делаю так, как я считаю нужным. И именно это дало мне большой костяк моих зрителей на ТикТоке. Хотя считается, что на ТикТоке нет комьюнити, но в определенный момент у меня было очень сильное, очень крепкое комьюнити, пока я над этим работала. Потом случилась война и всякие другие моменты сложные в моей жизни. Но по сути, пока я работала на комьюнити, пока я показывала свою высокомерие, я бы так и сказала, я над хейтом возвышалась. Я понимала, что хейт это энергия, и я могу на ней проехаться. Я иногда, когда отвечала на какой-то очень извительный комментарий, говорила, что это хейт. И так как человек готов пожертвовать свою энергию для моей популярности, сейчас я вам расскажу все, что я об этом думаю. Я прямым текстом так говорила, и людям это очень нравилось. Я полностью выговорилась и сказала, наверное, большую часть того, что мне вот именно внутри бомбило и хотелось действительно рассказать. Если у вас есть вопросы относительно того, как преодолевать какой-то конкретный страх, то напишите мне этот конкретный страх в комментариях.